Друзья, приветствую всех на канале Atomun of Life. Сегодня я снимаю свое очередное новое видео новостное и хочу вам рассказать о той новости от тех изменений, которые будут сделаны в Германии с 2021 года, с января месяца. И сегодня я расскажу вам о фотографии для паспорта, что будет изменено в этом направлении. Вы узнаете прямо сейчас, если, конечно, досмотрите это видео до конца. И не забудьте поставить лайк. Итак, друзья, если те люди, которые проживают в Германии, получали здесь немецкий Ausweis либо Aufenthalst, это вид на жительство, прекрасно знать, что для того, чтобы получить этот вид на жительство, либо немецкий документ, удовлетворяющий личность, вам нужно для этого свою фотографию, которую вы делаете в обычном фотосалоне. И потом вам в фотосалоне распечатают эту фотографию определенного формата, определенного образца именно для паспортов. Вы эту фотографию берете и приносите ее в так называемый, давайте назовем, паспортный стол, где вы в дальнейшем получите свой немецкий Ausweis документ, подтверждающий личность. Либо в бюро, либо в ведомство, которое занимается делами иностранцев, где вы получите свой вид на жительство. Но с 2021 года правительство Германии решило немножко обезопасить себя, а точнее не себя, а вас от того, чтобы не было подделок документов и что решили они придумать по этому поводу. С 2021 года будут изменены правила фотографий, которые вы должны будете предоставить в те паспортные столы, так называемые паспортные столы, давайте по-русски это будем называть, да, и в ведомство по делам иностранцев. Если вы раньше приносили сами, то сейчас вы идете в фотосалон, фотографируетесь там, и эти данные, точнее ваши фотографии, которые вы должны были получить на руки в бумажном формате, будут вами не получаться, а будет эта фотостудия отправлять непосредственно в то ведомство, которое запрашивает вашу фотографию, точнее в электронном виде. Вы фотографируетесь, говорите для какого ведомства нужна вам фотография, и уже фотограф или фотостудия непосредственно туда отправляет электронную версию вашей фотографии. И еще одно нововведение, вы можете делать фотографии не только в фотостудии, фотосалоне, но можете делать, будете фотографии непосредственно в тех ведомствах, где вы будете получать свое удостоверение личности здесь, в Германии. То есть, если вы приходите, так называемый паспортный стол, здесь, в Германии, хотите получить удостоверение личности, вам могут предложить там фотографироваться. Вы это делаете под наблюдением сотрудника этого ведомства. Эта фотография будет делаться, то есть один фотографирует, другой наблюдает, чтобы не было никакой подделки. После этого, как вы будете сфотографированы, на цифровом носителе передается информация в цифровом виде для того, чтобы в дальнейшем был выдан вам документ с вашей фотографии. Для чего это делается правительством Германии? Потому что есть случаи подделки документов. Да-да, есть такие случаи подделки документов, когда, допустим, так называемый морфинг, да, понятие морфинг, что это означает? Это когда совмещают фотографии двух людей, получаются какие-то общие черты, вы можете быть похожи по этим чертам на этого человека, может быть, там какие-то неопределенные изменения есть, да, и можете спокойно передвигаться по территории Германии с этим документом. Чтобы этого больше не было, то будут введены такие ограничения по фотографии. И еще одно из нововведений, которое касается удостоверений личности и видов на жительство, то, что раньше, если какой-то человек, иностранец, разыскивался, то полиция Германии и другие следственные органы запрашивали информацию об этом человеке. Допустим, вы совершили какое-то преступление на территории Германии, как иностранец, и потом уехали в ту страну, откуда вы приехали, в принципе, в Германию для того, чтобы совершить здесь преступление. И полиция раньше запрашивала только, точнее, раньше получала только информацию в виде номера документа и серии документа. Сейчас же полиция может запрашивать полностью всю информацию, в том числе с фото и тому подобное. То есть это тоже такие небольшие нововведения, которые будут помогать полиции в дальнейшем для расследования преступления, которое совершается на территории Германии и иностранцами. Это будет им очень помогать. Вот такая короткая информация была сегодня для вас, касающаяся фотографий. Вся информация берется мной на официальных сайтах, в интернете. Эта информация имеется в открытом доступе. Если вам интересно, вы можете ее прочитать на немецком языке. Если вам это видео понравилось, как всегда ставим лайки, подписываемся на канал Артамон оф Лайф. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео и без байт. Чуус! Субтитры создавал DimaTorzok